Графический, который мы перед собой видим, это не минус. Изучать его, конечно, интересно, но это приводит к изучению интерфейса, а не любви. Это первый, как вы скажете, да? Интерфейс. Мы знаем, что когда-то, давно, изначально, мы из подобных систем, минус, поскольку заследие, основывались на управлении системой, скажем, интерфейс канадной строки, и это считается инвериантом. Так же, как вспоминал эту стулуокосечку, посредством которого этот интерфейс канадной строки, мы реализуем. Вот. Мы представляем себе достаточно, чтобы воспринимать происходящее в системе как взаимодействие процессов, процессов, файлов, процессов, файлов. Собственно, предыдущая реакция была размещена тому, что процессы могут делать с файлами, и почему они иногда не могут это сделать. В частности, я надеюсь, что в прошлый раз, я, к сожалению, не имею в виду плана, я надеюсь, что в прошлый раз, помимо классических файлов доступа, был рассмотрен также пара вопросов относительно того, почему и где классический пользователь правоотносов, к примеру, долго использованием, когда у нас кто-то другой взял рост, и как их стандартным способом нарушать. Ну, что касается ситуации, когда, ситуации, где их нельзя использовать, в каких случаях правоотносов они еще не должны использовать, то, там есть один очевидный ответ. Дело в том, что у нас группы, группы, они бывают на все сразу. То есть, чтение, записи, использование в случае группового доступа, они, нет, это неправильно, вот это в карман, а это на себя. Вот, они не бывают раздельно. Была бы отдельная группа на чтение, отдельно на записи, отдельно на использование, тогда бы можно было, например, организовывать такие объекты файловой системы, в которые одна группа пользователей умеет читать, только читать, а другая только писать. Вот, классический POSIX право доступа это не позволяет. Вот, и также довольно тяжело обеспечивать мелкие исключения. Вот всем пользователям можно работать с этим файлом, а одному пользователю нельзя, он уже всех достал, от его работы с этим файлом только плохо. Вот, вот, исключения, они тоже очень плохо таким образом реализуются, и для этого существуют совершенно другие механизмы, связанные с access control list, с доступом уже не пользователей одной категории к объектам, принадлежащим пользователям другой категории, а к, собственно, объектам, да, когда категоризируются не только пользовательные объекты отдельно, и так далее. Вот. Кроме того, совершенно отдельная песня, которая некоторым людям, например, пытающимся использовать Fedora, на сегодняшний день начинает мешать жить, это SE Linux. Вот. Это еще более усложненная система получения доступа, вплоть до того, что при использовании SE Linux, там, root может ничего не иметь права делать, вот, потому что так-то ему дадут, а SE ему не даст. Вот. И про нее, конечно, можно целый семестр устроить лекции, поэтому надо знать о ее существовании, и на сегодняшний день надо знать, как ее выключать. Вот. То есть ее не обязательно совсем выключать, ее можно ввести в такой режим, когда будут все пользователи будут пользователями неклассифицированными, а неклассифицированным пользователем можно будет все. Вот в таком режиме SE Linux работает вполне пристойно, никому не мешает. Вот такие дела. От этого разговора, естественней, было бы перейти, собственно, к разговору о том, как нарушать права доступа, если к тому есть требования. Опять-таки, я надеюсь, это было в прошлый раз, а именно, что, ну, в системе есть такой мега-пользователь, не так, супер-пользователь, супер-пользователь по имени root, что принадлежность к супер-пользователю определяется просто нулевым идентификатором пользователя, user ID 0. Вот. И что процессы, запущенные с этим самым user ID 0, они, как бы, имеют право, плюют на все права доступа, и, соответственно, если даже соответствующего доступа не стоит, то все равно обращение к файловому объекту со стороны процесса user ID 0 все равно работает. Кстати, не знаю, рассказывал я про это, если нет, то это будет неплохое домашнее задание. Назвать такие права доступа, которые пользователь root все равно не может нарушать. Вот пользователь root вроде бы не обращает внимания на процессы с user ID 0, не обращает внимания на права доступа, но есть какие-то права доступа, на которые он обращает внимание. Вот такое домашнее задание к прошлому разу. Какие права доступа не, как бы, действуют для root? А? Еще раз. Действуют. Я написал действуют. Не, не, да. Я сказал не, я ошибся. Утверждение, что вот все, на все права он плевал, это не совсем верно. Ну вот. Значит, собственно, главная фишка этого самого произвольного нарушения прав доступа это возможность запустить процесс, который по ходу поменяет себе идентификатор пользователя. Поменяет себе идентификатор пользователя, то есть возьмет и станет работать как процесс, якобы запущенный от лица другого пользователя. Вот. С точки зрения, с точки зрения, что называется, самого пользователя, механизм этот выглядит крайне просто. Вот. Просто у процесса, трах-бах, меняется идентификатор пользователя. На самом деле там все посложнее. Я не знаю, насколько глубоко об этом говорилось на прошлой лекции. Но даже если мы там хорошо знаем весь этот механизм, все равно с точки зрения обычного пользователя он достаточно прозрачен. И снаружи это выглядит так. Вы запускаете процесс, этот процесс там вызывает некий системный вызов, после чего бац и подменяет себе временно, подменяет себе тот идентификатор, с правами которого он запущен. Я имею в виду пользователя. На основании этого он вдруг получает доступ к таким файловым объектам, к которым он доступ раньше не имел. Это дело может сделать root. Именно так работают все системы авторизации. Вы логинитесь, говорите логин пароль, проверяется соответствие одного другому, и после чего все процессы уже будут запускаться с вашим идентификатором, потому что порождающий процесс как раз выполнит вот этот самый вызов. Это с одной стороны. А с другой стороны, некоторые программы можно запускать от лица обычного пользователя, они тоже подменят себе идентификатор. Для этого существует специальный флаг на исполняемом файле, который называется setuit и setgit. Это все, надеюсь, было в прошлый раз. Я просто напоминаю. Напоминаю. Если хотите, я чувствую себя неуютно, не рассказав про это сам. Но я постараюсь это сделать быстро. Я уж не помню в двоичном представлении, какие они там номера, в восьмеричном представлении какой там номер, кажется. 6-3-0, 2-3-0, 1-3-0, может быть, ну, по-моему, так. Ну, какие-то такие там достаточно удаленные эти номера. Да? Вот. Идея setuit и setgit как флагов на файлы состоит в следующем, что если исполняемый файл запускается из программы, которая... Если процесс запускается из исполняемого файла, который помечен, скажем, setuit, то у получившегося процесса уид пользователя будет равен не уиду порождающего процесса, а уиду файла. Вот, собственно, в этом весь трюк. То есть очень небольшое количество процессов в системе... не в процессах, бинарных файлов в системе имеют setuit или setgit. Это нужно ровно для того, чтобы для запуска... после запуска этих программ они получали другие права. Вот. Как правило, это либо программы, которые работают непосредственно с учетными данными, типа по СВД, вот. Либо программы, которые работают с какими-нибудь низкоуровневым представлением, скажем, утилита ping, которая должна посылать ICMP пакета, то есть пакета уровня IP, да. Соответственно, она должна как-то вот в середину внедряться в этот IP-стэк, и, соответственно, ей нужны какие-то права. Вот. Опять-таки, не знаю, говорилось ли это в прошлый раз, но в какой-то момент в Linux распилили вот эту вот общую выдачу прав на все на составляющие, которые называются capabilities. Я не знаю, где там у. Нет там у? Ну, это хорошо, capabilities. Соответственно, ведут себя эти capabilities точно так же, как ведут себя обычный, там, обычный ситуит или сетгит, а именно предоставляют процессу некоторые дополнительные права, но в урезанном варианте. Там сеть отдельно, создание устройства отдельно, работа с памятью отдельно, их там несколько десятков этих capabilities. Вот. Современные файлы системы, кажется, типа X4, и современные, да, достаточно современные ядра, там, последний год, наверное, чуть меньше, они уже поддерживают даже и соответствующие флаги на файловой системе. То есть вы можете запустить процесс, который внезапно получит, не получит ни сетуит, ни сетгид, но зато получит новую capability, потому что такой флаг был на файловой системе. Да, то есть вот это такое вот новое введение. Возможно, в их пользу откажутся от таких классических позиксовых сетуидов, сетгидов, чтобы уменьшить количество ненужных прав, которые получает процесс при запуске. Ну, в самом деле, процессу ping совершенно не обязательно запускаться от суперпользователя. Он всего лишь должен уметь ходить на уровень, вот там, что-то делать с сетью на уровне IP. Вот такие вот вещи происходят сейчас в Linux. Вот, буквально на глазах. Еще раз, да, значит, говоря про классическую реализацию, у нас есть системные вызовы там разных изводов, которые вот занимаются этим, а с точки зрения пользователя есть флаг на исполняемом файле. И вот, кстати, еще один вопрос, не знаю, стоит ли его задавать, может, про него говорили. Еще один вопрос, в каких случаях... Слушайте, по-моему, я его задавал. Ситуид сетгид не будет работать вообще. Отлично, значит, я его задал в прошлый раз, позапрошлый. Да, то есть есть два случая, при которых процесс исполняемый, в смысле файл исполняемый, ситуид там на нем стоит, а он не работает, да, как минимум два. Ну, окей. Значит, вот отсюда становится понятно, становится понятно, с одной стороны, концепция безопасности в Linux, ну, и вообще в POSIC-системах. И ее такая входная устойчивость. То есть понятно, что там долгим колупанием можно найти какую-нибудь дыру, да, в системе, или там, не знаю, в ядре, или еще в чем-нибудь. Но простые, незамысловатые и более или менее строгие правила соблюдения этой безопасности, они позволяют надеяться на то, что вот никакой процесс не будет, не получит каких-то, не получит доступа к тем объектам, которым он право не имеет никогда, потому что он не сможет сделать вот так, как нам. Довольно классический способ атаки на Unix-систему является не попытка там получения каких-то повышенных прав, вот непосредственно, хотя такое тоже бывает. В ядре, помните, ошибки находили один раз, или даже два. Больше. Ну, таких явных было два с рабочими эксплойтами, на моей памяти. Ну, Каспайс и... И ZeroMap. Вот. Значит, да, довольно частой попыткой является попытка взломать, заставить какую-то программу, запущенную с правами суперпользователя, совершить какие-то незапланированные действия, да, там, набить ей башку буфером, ну, вместо логина ей ввести мегабайт каких-нибудь данных, таким образом, чтобы этот мегабайт там ей слегка засорил мозги и случайно начал выполняться, да. Не помню вообще сейчас в современных Linux вообще работает такой метод. По-моему, там везде уже позапрещали исполнение стека от греха подальше, и это только лучше, только это только хорошо. Но я все это к чему? Что даже в этом случае объект таких атак, объекты таких атак очень сильно в классической Linux-системе ограничены. программ, которые работают от рута и что-то такое делают, и на них можно как-то воздействовать снаружи, то есть изменить их поведение путем, значит, вот какой-то атаки. Их, в общем, счетное число, даже я бы сказал конечное число, и это число не очень большое. Вот. Отследить, проверить качество этих программ, просто вычитать код. В общем, задача не очень сложная. Все остальные программы, ну, только если сам рут их не запустит, вот эта рута, ну, тогда уж он совсем злобный Буратино. Все остальные программы не имеют возможности достучаться до каких-то дополнительных прав в системе, и поэтому могут быть в достаточной степени глючны. Они ничего не сделают. Вот. Обычному пользователю, возвращаясь к цели наших, вот общих таких, общей цели разговора, обычному пользователю с правами рута надо делать три больших задачи. Первая большая задача – это установка программного обеспечения, вот, такого, из пакетов, да, такого вот в традиционном стиле. Вторая большая задача – это настройка аппаратуры какой-то капризной в случае, если она не работает из коробки. Как правило, там начинаются всякие советы, в конфиг файл туда положить, модуль заблэклистить, листить, еще что-нибудь такое сделать, вручную создать XOR-конф, которого нету, и в него что-то написать. Вот это все более или менее вещи отрутовые. Третье – это управление сетью. Опять-таки, в случае, если имеющиеся инструменты управления сетью, которые, типа, сами работают, да, сами заработать не захотят. Все эти три направления, за исключением первого, все оставшиеся два направления, постепенно из повседневной практики работать с компьютером вытесняются. То есть, аппаратура, как правило, все-таки работает, а если не работает, то там нужно больше, чем просто куда-то что-то там подкинуть, потому что, если что-то не работает по длинам, значит, там либо проблемы с драйверами, либо, в общем, там реальные проблемы. Обычно оно работает. То есть, этим, кстати, на взгляд стороннего пользователя отличаются, скажем, Linux от Windows. Windows, как правило, ставишь, и потом начинаешь долго и нудно в него вставлять драйвера. Вот. В Linux наоборот. Значит, ты ставишь, оно работает, а вот если не работает, то там вставляйте драйвера, не вставляйте, требуется такой гуру, который бы это сделать смог правильно и с хорошим результатом. Вот. То же самое управление сетью. В современных Linux-дистрибутивах, десктопных, есть достаточно мощная система управления сетью, которая называется Network Manager, которая, разумеется, работает от лица суперпользователя, но непосредственно с ней пользователь вообще не взаимодействует. Как правило, пользователь взаимодействует с каким-нибудь аплетом, запущенным в его рабочем окружении. И этот аплет предоставляет доступ к возможностям торг-менеджеру, почти так же, как это сделано в Винде, хотя может быть слегка в более понятном виде, потому что там ну как-то вот понятнее то, с чем ты имеешь дело. То есть, пользователь предоставляет какие-то данные, аплет скармливает их под системой настройки сети, настройка сети происходит на основании этих данных. Я не исследовал. Вполне возможно, что вот такая атака на компьютер имеет, ну, то есть, реальность. То есть, взять и вместо там IP-адреса нетворк-менеджеру, вернее, его аплету скормить что-нибудь такое ужасное и посмотреть, что получится. Вот. Я думаю, что заинтересованные люди в этом как раз, заинтересованные в этом люди как раз исследуют данную проблему. Тем не менее, тем не менее, это все. То есть, попробовать как-то, попробовать как-то, значит, заполучить, повысить свои права, работая с рынок системой, достаточно тяжело, просто потому, что инструментов для этого очень мало, поводов для этого очень мало, возможностей. Напоминаю, в обычном, в таком, более или менее, стандартном, в стандартной ситуации не нужно вообще обычному пользователю работать с правами рута. Да? У нас есть менеджер пакетов, который устанавливает пакет. Он, конечно, спрашивает у вас рутовый пароль, но дальше он делает все сам. У нас есть нетворк-менеджер, который даже и пароль не спрашивает, потому что вы ему скармливаете только данные. Вот. и у вас есть возможные подсистемы настройки, которые худо-бедно настраивают аппаратуру, если она не настроилась сама. Вот такие дела. С этой точки можно начать разговор в разные стороны. Можно продолжить говорить о том, что мешает обычному пользователю, помимо прав доступа. то есть, куда деваются некоторые службы, почему их не видно, да, как там, допустим, где они хранят свои файлы для модификации и так далее, да, там, что такое чурут, например, поговорить. Вот. Но есть, мне кажется, тема, которая стоит освещения, прежде чем мы будем заниматься мелочами, если вообще этими мелочами мы будем заниматься в этом семестре. Тема – это, собственно, тема номер один из причисленных мною, а именно установка программного обеспечения. Тема довольно широкая, и к ней можно подходить с разных сторон. Я пока подойду с одной. Да, вот я ее так и назову установка ПО. Это, как было уже отмечено нами где-то там в начале нашего разговора, это достаточно специфичное, с одной стороны, достаточно специфичное для Linux поле деятельности, а с другой стороны, оно же вполне инвариантно, в том смысле, что с каким бы дистрибутивом вы не имели дела, вы вот эту специфику более-менее одинаковую все равно получите. Что я имею в виду? Я имею в виду, что в подавляющем большинстве случаев, ну, вот, в очень большом, да, то есть практически любые программы, которые вы ставите под Linux, вы не ставите в жанре таких вот волшебных установщиков, визеров и так далее, как это принято, скажем, в Windows, да и в других операционных системах тоже. Вы запускаете одну универсальную программу установщик, которая, универсальная программа, вам одним унифицированным способом ставит все пакеты, имеющиеся в наличии, а в наличии их имеются тысячи, и десятки тысяч, даже, в некоторых случаях. Давайте этот подход рассмотрим поближе. Итак, подход номер один, это ПО само по себе дистрибутив. Это подход, собственно, используемый в подавляющем большинстве программ под Windows, скажем, да. Идея подхода ПО равняется дистрибутив состоит в следующем. Вот у нас есть нечто, некая платформа, некая операционная система, которая воспринимается создателями такого программного обеспечения как просто платформа для запуска приложений. Платформ таких может быть много. Ваше приложение, вернее, да, ваше приложение должно распространяться в такой форме, чтобы на любой из этих платформ оно могло быть развернуто и заработало. При этом вы, как создатель, как создатель вот программы первого типа, вернее, пакета первого типа, условно говоря, предполагаете, что на вот той платформе для запуска может не быть никаких нужных для работы вашей программы дополнительных компонентов. Ну, всяких там разделяемых библиотек, каких-то файлов, картинок, еще чего-то. И с целью, повторяю, достичь идеи, что вот берется платформа, на нее каким-то образом устанавливается ваша программа и все начинает работать, вы в этот дистрибутив программного продукта закладываете все эти разделяемые файлы, все картинки, вообще все. Результатом будет полностью развернута где-то в файловой системе, вообще говоря, не важно где, комплект, где будут и бинарники, и библиотеки, и, значит, там какая-то дата и все остальное, и оно будет как бы изолированно работать. Вот. Понятно, что это в идеале, но в случае того же Windows этот идеальный подход не работает, да, очень часто бывает нужно после, значит, просто вот развертывания этого комплекта где-то в отдельном каталоге еще слегка помодифицировать операционную систему. Поэтому программы-установщики, они, в общем, все дохитры, они, видимо, сопровождаются собственными, для себя эндемичными программными разустановщиками, вот, но и их там под разные операционные системы, под тот же Windows, их там десятки и сотни, да, каждый производитель ПО считает своим долгом изобрести новую программу-установщик. В какой-то момент, правда, в Microsoft изобрели Microsoft Installer, и, в общем, нормальные люди им активно пользуются, но, видимо, им нельзя нормально активно пользоваться, потому что другие нормальные люди им пользоваться не хотят. Вот, я не знаю, почему. Я в этом не разбирался. В этих сортах, в сортах такого ПО я не разбирался. Вот, значит, почему возникает концепция по равняйце дистрибутив. По двум причинам. Мы не имеем никакого представления о той, или очень, очень ограниченное представление о программном наполнении той платформы для запуска нашего приложения, для которой мы делаем такой пакет. Вот, это первая причина. Вторая причина. Мы не можем, да, в случае, даже если мы какое-то имеем представление, мы не имеем со стороны операционной системы, или точнее, ну, программной системы с той стороны, не имеем адекватной оснастки для того, чтобы вот это программное наполнение, которое нам нужно и которое обеспечивает адекватную работу нашего приложения, чтобы оно там возникло. Поэтому мы таскаем все с собой. В случае Линукса, в случае операционной системы на базе там, гну Линукс, состоящей из свободных компонентов, обе этих проблемы как бы не существуют для свободных программных продуктов, таких проблем принципиальных нету. Почему? Потому что с давних пор повелось, что разработка программного наполнения для определенных дистрибутивов ведется внутри сообщества и для удобства самого сообщества, именно для удобства сообщества, все это делается централизованно. То есть у нас есть некая сборочница, которая в таком постоянно действующем режиме собирает из исходных текстов постоянно обновляемых программных продуктов, она собирает собственно те бинарники, которые входят в состав потом нашего дистрибутива. Сборочницу вкладываются исходники, а вылезают пакеты. Ну, какие бывают пакеты? Ну, неважно, какие пакеты. Понятное дело, что множество вот этих пакетов, которые сообщество подготовило для работы в составе дистрибутива. Оно, может быть, сколько угодно большим, зависит от размера сообщества. Более того, свободное лицензирование тех программных продуктов, которые приходят в сборочницу, понятно, что они собираются из исходников, да, в принципе, да, естественно, в понятии исходников входят не только те исходники, которые upstream придумал, но еще и то, что сделал мантейнер, то есть человек, который собирал. Там вот это тоже исходники, и они тоже есть. Так вот, свободное лицензирование, а можно себе, конечно, вообразить несвободный программный продукт, у которого есть исходники, их даже можно как-то распространять, я такое видел. Но, понятное дело, что в большинстве случаев это все-таки свободные продукты, а в состав хранилища только они входят. Так вот, свободное сенсирование позволяет делать вот этот механизм централизованно, внимание, вообще для всего программного обеспечения, с которым в принципе работает сообщество. То есть, вместо такой вот системы, когда у нас разные программные продукты развалены, лежат там где-то на сайтах производителей, и непонятно, эти производители вообще как-то проверяли, существует ли на свете такой Альт-Линукс, а если существует, то работает ли их ПО под ним, мы имеем систему обратную, что все люди, которые хотят, чтобы какое-то программное обеспечение работало там, скажем, под Альт-Линуксом, они таким образом в силу своего хотения становятся членами сообщества, и если у них есть умения и силы, занимаются скармливанием подготовленных исходников в сборочнице, после чего образуется такой большой набор пакетов, называемый хранилище. Мы когда-нибудь потом будем говорить о структуре хранилища, о том, как оно обеспечивает себе цельность, о том, какие бывают циклы в его жизни и так далее, с точки зрения пользователя это не очень важно, кроме одного. Предполагается, что в пакетах в хранилище, а их там много, все, что у нас есть, мы складываем сборочницу, она наполняет хранилище. Предполагается, что пакетах в хранилище уж как минимум не нуждаются в вот таком замыкании. Да? Хранилище это и есть такое замыкание. В случае изолированного пакетирования мы должны положить в состав нашего пакета все, что нам может понадобиться. В случае централизованного пакетирования мы в пакете говорим, пожалуйста, хранилище такое-то, вместе с нашим пакетом ставь вот этот, вот этот и вот этот. Ничего другого. В пакете нет информации на хранилище. В пакете нет информации на хранилище. Спасибо. Всегда ли это так? Ну, то есть ДПКГ и РПМ нет. Нет, да. Ну, значит, еще проще, да? В любом случае, в любом случае мы говорим, что все то программное и инструментальное окружение, которое потребуется нашим программам для работы, оно было в хранилище, да, и, пожалуйста, его тоже поставьте. Что это может быть? В первую очередь разделяемые библиотеки всеобщие, да, какие-то бинарные компоненты, которые запускаются из-под устанавливальной программы, какие-то, быть может, ресурсы, типа там картинок и всего остального, ну, и так далее. А к этому мы еще вернемся. в силу единого информационного пространства и единого как бы технологического пространства, да, мы можем рассчитывать на то, что если наша программа вообще собралась, то уж то, что нужно для ее работы, тоже в хранилище есть. Строго говоря, этого неверно, и существуют специальные дисциплины, которые позволяют дополнительно проверять это дело, да, эти дисциплины стоят вот здесь на входе. То есть программа не просто собирается, ну, скажем, в том же Sisyphe, она собирается, потом после сборки устанавливается, да, уж как минимум устанавливается. То есть, если уж только вы сами не предусмотрели, что там, вот я вот нашел тут ошибку у себя в моем пакете, там X-Term запускается, вот, он там запускается, да, но его может не быть, зависимости на него нету, вот, да. Ну так вот, если вы только сами как мантейнер не предусмотрели, тогда у вас получается слегка неработоспособный пакет. Но такие вещи, как разделяем библиотеки, например, проверяются просто автоматом, или модули в скриптовых языках программирования. Казалось бы, тем самым мы превращаем работу с программой окружения просто в адский ад, потому что теперь, если раньше, если при изолированном пакетировании мы могли просто взять и поставить приложение не глядя ни на что, то в случае централизованного пакетирования мы должны вместо одного ставить два, три, десять, сто, тысячу. Такое бывает, что тысячу. Вот. Кстати сказать, приложение под Android и macOS изолированно пакетируется. Под Android понятно, под macOS тоже. Вот. То есть там существует достаточно хорошее подмножество, ну, некое общее. В случае Android это вот их виртуалка с тем библиотеками, которые есть. В случае macOS не знаю. Вот. Все остальное приезжает изолированно и живет изолированно. Вот. Довольно интересно посмотреть, как решена это решено, решена в macOS проблема разноверсицы. что мы получаем в случае изолированного пакетирования? Мы получаем множество программных продуктов, каждый из которых, скорее всего, таскает с собой более-менее одинаковый набор дополнительного программно-инструментального окружения, то есть бинарники, библиотеки, более-менее одни и те же. Да, скажем, у нас все написано на QT. Ну, программы свободные, они там, ну, вот на QT написано или на GTK. Вот. Но хорошо, если это вообще одно и то же, то есть одна и та же версия GTK, там, да, одни и те же, вот, разделяем библиотеки. А если они разные, если с одной программой приехал там GTK существенно более другой версии, чем с другой программой, что будет, если я загружу обе в память? Они же предоставляют символы одинаковые, ну, некоторые. У них с онным разумом. Сунейм у них разный, да, а если, фу, сколько на свете существует апстримов, которые реально делают разные с уней? Ну, GTK, да, спасибо им большое, то есть они вот не идиоты. Не, ну, вот те, кто не делают, они как бы там сидят брать. Вот, 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 а те, кто делают с их помощью потом программы, они еще и выговорят с унейм на всякий случай, чтобы проблем не было. Сам видел. Короче говоря, первая проблема при использовании изолированного пакетирования это разноверсия. То есть, когда у вас существует в системе некоторое количество программ, либо библиотек, которые выполняют одни и те же функции, ну, собственно, это одни и те же программы и библиотеки, только разных версий, существенно отличающихся друг от друга. Вот, далеко не всегда, ну, то есть, в Windows, я думаю, что народ, кто активно занимался вот установкой удалением по Windows, он довольно часто встречался с проблемой, когда вот непонятно какие дейлели, там прямо установщик говорит, вы знаете, я уже нашел дейлель, но она другой версии. Удалить ее или оставить старую. Но имейте в виду, что это русская, а та китайская. Вот, ну, в общем, вот такие вот вещи. Что нам резко облегчает работу с программным спечением, которое пакетировано не изолирно, а централизованно и, соответственно, распилено на отдельные компоненты внутри хранилища? Первое. Мы уже знаем, что каталоги файловой системы в Linux стандартизованы. Это значит, что когда мы будем устанавливать некий программный продукт из централизованного хранилища, то заранее будет известно, куда все его файлы пойдут. Бинарники пойдут там в usr.bin, скорее всего, потому что в slashbin там лежит базовая система, которая, как правило, уже установлена. Хотя и туда может быть. Разделяемые библиотеки те самые пойдут там в usr.lib, еще куда-нибудь, документация в usr.sharidog и так далее. То есть, процесс установки такого стандартизованного пакета из большого хранилища, это фактически, фактически, процесс разархивирования обычного архива в кури. Итак, первое свойство, первое свойство, давайте я лучше здесь напишу, вот тут. Первое свойство пакета, что пакет в Linux это просто архив. Сейчас я говорю про так называемые binary-based дистрибутивы, когда пользователю не нужно собирать все программы вручную на своей машине, ну или вручную, там автоматически. По сути, особой разницы между binary-based и source-based дистрибутивами нету, по крайней мере на уровне такого базового владения пользовательскими навыками все равно это будет так, да, просто роль архива там будет выполнять некая программа установки, вот. Но в случае binary-based дистрибутивов это чуть более очевидно. Итак, пакет это просто архив, который ваш установщик пакетов просто разархивирует в корень. Понятное дело, что этого недостаточно. Ну, например, когда вы разхивируете архив, вы как бы установили пакет, а чтобы его удалить, надо, наверное, каким-то образом вот все те файлы, которые были в пакете, удалить. Да? Это означает, что, помимо того, что пакет разархивируется, он как бы какую-то информацию о себе в какую-то специальную базу данных записывает. Да? Ну, например, из каких файлов он состоял. То есть, как-то он регистрируется. Регистрация в системе. Значит, то есть, пакет это такой архив, который при зарахивировании как-то, вот какую-то информацию регистрирует, а при удалении ну, тоже вот ее удаление. Какого рода может быть эта информация, помимо просто списка файлов, файловых объектов, которые входят в состав пакета? Ну, для начала, да, поскольку ничего, кроме файлов, не существует, я имею в виду в качестве постоянных, носителей постоянных данных, да, то пакету легко быть списком файлов, ничего в нем другого нет. эти файлы бывают двух родов, ну, собственно, трех даже. Во-первых, файлы, которые не предполагается, что в дальнейшем будут изменяться, да, ну, скажем, если вы установили какой-то программный продукт, не дай бог, он еще и работает там с повышенными правами, он ситуидный, и вдруг выясняется, что у него изменилась контрольная сумма бинарника, ни с того, ни с сего, сама, то это повод глубоко задуматься, в общем, тех ли людей вы пускаете к себе на компьютерке, да, как правило, кстати сказать, некоторые системные службы есть, которые, собственно, занимаются тем, что проверяют каждый раз во всех взрывоопасных местах системы, не поменялась ли там контрольная сумма внезапно, сама собой, да, и вообще не произошло что-нибудь, не поменялись ли права, не сделался ли файл из обычного ситуидного вдруг, нехорошо это, вот, большинство файлов в пакете таковы, да, даже если они не страшные, типа картинки, но вряд ли, значит, кому-то захочется в здравом уме менять содержимое картинки, которое там является частью дистрибутива, по крайней мере, вот так вот, спроста, вот, но среди этих файлов есть файлы, про которые точно известно, что, скорее всего, меняться они будут, это, в первую очередь, конфигурационные файлы, которые раскладываются, как мы помним, в каталоге ETC, по большей части, вот, и изменение которых и есть процесс настройки систем, даже если это делаете вы не руками, там, редактируя, с текстовым редактором файл ETC, значит, это делают за вас какие-то настройщики, вот, или еще что-то, короче говоря, помимо списка файлов, регистрация в системе также запоминает их контрольную сумму, и запоминает их, что называется, назначение, вот, у некоторых файлов назначения быть неизменными, у некоторых файлов назначения быть, наоборот, изменяемыми конфигурационными, а некоторых файлов в системе вообще может не быть, да, они могут там потом появиться в результате работы вашей программы, и при удалении этого пакета их тоже надо удалить, вот вам третий тип файлов. Вот, значит, у нас есть архивация, у нас есть регистрация в системе, давайте пойдем дальше. Как вы понимаете, эти требования относятся к всем пакетам вообще, да, то есть все, что у нас ходит в состав хранилища, оно собирается по общему, по общему сценарию, и является пакетом с определенными, так сказать, свойствами регистрации. Регистрацией пакетов в системе занимается, занимается сам, сам диспетчер пакетов. Вернее, установщик. Это именно он ходит там в специальную свою базу, прописывает все вот эти, всю эту информацию, а при удалении, соответственно, ее удалит. Однако, при установке пакетов в систему, как правило, не как правило, а иногда, надо производить какие-то дополнительные действия. Пример. У вас ставится приложение, которое должно появиться у пользователя в меню. Чтобы появиться у пользователя в меню, оно раскладывает в нужное место специальный каталог, там, USR Shari Applications, что ли он называется, системы, обычный десктоп-файл, файл для запуска программы. Такой же десктоп-файл, примерно, как тот, который образуется на десктопе, когда вы там что-нибудь создаете, какую-нибудь кнопочку запуска, что-нибудь в этом духе. Десктоп-файл. Наличие десктоп-файла в каталоге, там, USR Shari Applications, должно привести к тому, что для каждой из установленных графических сред перегенерируется меню, в котором будет учтено содержимое этого десктоп-файла. Там иконочка появится в меню, ссылка на бинарник, еще чего-то. Вот такие вещи. Вот. Другой пример. Вы устанавливаете какой-нибудь модуль к серверу, там, плагин к Apache. Вот. В процессе этой установки добавляется какой-то конфигурационный файл этого Apache. Было бы нетрудно его Apache перезапустить, вернее, не дурно было, чтобы он вообще прочитал новый конфигурационный файл. Вот. Или вы удаляете из системы пакет с каким-то сервисом. Да? Ну, не знаю, там, с тем же Apache. Вообще, было бы не дурно перед тем, как удалить пакет с бинарником, остановить процесс, который был запущен из этого бинарника. А то он там будет несчастный работать, а у него уже ни конфигов, ничего нету, все удали. Вот. Короче говоря, при установке программного обеспечения в систему пакета и при удалении иногда потребуется совершать какие-то действия. Учитывая, что большинство собственно интересных действий они происходят более-менее автоматом, ну, настройки просто раскладываются в ETC, да, файлы там разархивируются, содержимое регистрируется, то вот такие сценарии, которые обычно называются послеустановочными, хотя повода для запуска такого рода сценариев в разных дистрибутивах Linux много разных таких поводов, сейчас я про них расскажу. Так вот, эти самые системные сценарии, которые традиционно называются послеустановочными, они не очень большие. как правило, это там одна, две, три команды, реже вызов какого-то небольшого shell-скрипта, то бишь, уже сценарий написанного отдельно на shell, который занимается каким-то умным мозгом, да, возможно, надо при установке какого-то пакета там что-то сильно поправить, там, не знаю, да, вот, но как правило, они совсем небольшие. В спецификации пакета, по крайней мере, вот, RPM-ного пакета, который используется в Alt-Linux, все эти сценарии указываются прямо внутри спецификации, как правило, очень маленькие. Системные сценарии. Отличие системных сценариев от того, что мы рассматривали сейчас, стоит в том, что они специфичны для каждого пакета, да, то есть, вот, то, из чего от начала до конца состоят инсталляторы такого рода изолированных пакетов, укладывается в рамках малюсеньких системных сценариев, которые существуют при централизованном пакетировании. В RPM-е есть четыре вида сценариев. Те, которые запускаются до того, как установить пакет, те, которые запускаются после того, как установить пакет, те, которые запускаются до того, как его удалить, и те, которые запускаются после того, как удалить. В DPKG, в Debian, таких поводов больше, потому что в Debian есть отдельная стадия, которая называется настройка пакета, то есть там есть специальный сервис настройки в Debian и соответственно специальные конфигурационные сценарии, которые опять-таки запускаются минимум еще два раза. Один конфигурационный сценарий при установке, один при удалении. Еще какой-то седьмой есть, я про него забыл. Мы раньше мерили, насчитали семь мест в DPKG, где запускаются системные сценарии. Вот. В общем, в разных системах это по-разному. Вот. Тем не менее, да, вот это такое отличие. Из тех примеров, которые я приводил, первый, уж как минимум первый, вызывает некоторое легкое недоумение. Смотрите, зачем мне, как автору монтейнеру пакета, который предусматривает его помещение в хранилище, каждый раз, когда я таскаю с собой десктоп-файл, вручную запускать генерацию вот этих самых меню. Во-первых, я не знаю, где там, сколько там вину менеджеров в данный момент стоит в окружении. Один, два, десять. Но это еще ладно, да, можно написать какой-нибудь апдейт-меню в скрипт, как это сделано в VDB, который вот все это разложит в нужные места. Главное другое. Вообще говоря, если появляется десктоп-файл в каталоге search-all-applications в результате установки пакета, всегда надо перезапускать перегенерацию меню. Но он там появился, значит появился какой-то новый пункт меню. Он оттуда исчез, значит исчез какой-то имеющийся пункт меню. Поэтому вот эти системные сценарии можно вообще не писать в пакетах. Это так называемые триггеры. Сценарии, которые в отличие от этих задаваемых вручную, они похожи на регистрацию в системе. Они запускаются автоматом всякий раз, когда вы устанавливаете пакет, обладающий теми или иными свойствами. Ну скажем, если в состав пакетов входят разделяемые библиотеки, лдконфиг недурно бы перезапустить, чтобы кэш сгенерить. Вот. Таких примеров очень много. Если вы документацию ставите ман, недурно бы запустить программу, которую ее апдейт, как ее там называют, господи, make what is, которая проиндексирует установленный ман, ну и так далее. Если вы инфо-страницу устанавливаете, нужно инсталл инфо запустить. Ну в общем такие вещи, которые происходят вроде как бы сами. По наличию каких-то новых файлов в определенных местах системы. Триггер. Вот эта вот функция триггера, она вообще говоря облегчает работу разработчиков, мантейнеров, тех людей, которые превращают некие исходники в пакет системы. Но это еще и улучшение качества в целом, потому что мантейнер может просто полениться, забыть, сделать неправильно какие-то действия, которые в случае триггера делаются сами собой. Или введение триггера меняется. Да, или совершенно справедливо на уровне архитектуры всей системы принимается решение о введении каких-то других правил. Например, отказались мы от дебяновских меню и пользуются теперь десктопами а-ля XORG. Соответственно, при установке соответствующих пакетов на самом деле теперь надо делать совсем другие действия. Но поскольку они выполняются триггерами, то как бы мы и наш монтейнер не заморачивается этими вещами. Как ставил человек десктоп файл в юсер-шайл applications так и ставят, а больше он ничего не делает. Вот у нас недавно ввели полиси на MIME, чтобы наконец, чтобы MIME файлы MIME type регистрировать таким же образом как десктоп файл. Вот то, что у тебя недавно уже сделали. Вернее, полиси давно сделали. Ну вот. Это что касается свойства пакета как, ну, грубо говоря, файла. Теперь, значит, у пакета есть два еще свойства. Ну, как минимум два. Которые происходят от того, что он собран в комплекте, собран централизованно в сборочной среде, которая сама по себе составлена из элементов хранилища. Первое, это вот то свойство, о котором мы говорили до этого все время, это свойство зависимости. Значит, еще раз, в чем ее идея, хотя, я думаю, уже всем понятно. Так, мне пора заканчивать, что ли? Нет, до половины же лекции. Я торможу. Вот, я говорю, после интенсива поплытия крыши такое легкое, но заметное. Ну вот, значит, что такое зависимости? Зависимости, еще раз, это ситуация, когда для установки одного пакета необходимо, чтобы в системе на самом деле существовали еще пакет. В целом, в целом, программа, которая установщик пакетов, которая работает с отдельными пакетами, она может только определить, что данный пакет зависит от каких-то других, но удовлетворить зависимости она не может. я как-то сказал, что неудовлетворенные зависимости это как подавленные влечениями. Вот. Почему-то всем понравилось. Да, значит, про то, как эта проблема решается, мы сейчас поговорим, а пока, значит, поговорим немножко про то, какие-то зависимости бывают. Значит, самая такая типичная зависимость, по крайней мере, с нашей точки зрения, она не самая частотная, но она непосредственно возникает из структуры хранилища. Это зависимости пакета на пакет. Кстати сказать, довольно нечастая зависимость в реальности, но сейчас я расскажу, почему. Просто вы, как монтейнер, говорите, что для установки моего пакета необходима установка еще вот таких пакетов. Вот. Иначе работать не будет. В силу того, что все программы свободные, все лежат в хранилище, да, некая умная программа, называемая диспетчером пакетов, она как раз такую операцию, как установка пакетов и всех остальных по зависимости сделает, она сходит в хранилище, докачает все остальные нужные пакеты по зависимости и их установит. На самом деле, более частая зависимость, это зависимость пакета не на пакет, а на так называемый виртуальный пакет или, скажем так, на функциональность. Такой типичный, но опять-таки нечастый представитель в зависимости на функциональность, это, допустим, у вас есть веб-движок почтовый, ну, белочка какая-нибудь, да, вот, скверилмейл я имею в виду, вот, вообще говоря, для того, чтобы она работала, нужен веб-сервер, да, чтобы работал пхп-шный движок ввв-шный, нужен веб-сервер, вот, капитан очевидность нам прямо на это намекает. Но, вообще говоря, вообще говоря, не обязан это быть конкретный там опаш, конкретной версии. Начнем с того, что в дистрибутивах может быть еще первый опаш остался, как более защищенный и как бы менее ресурсоемкий, или какой-нибудь нгингс, или еще что-нибудь. Короче говоря, вам нужен, вообще говоря, не опаш, а именно веб-сервер. С этой целью мантейнеры в хранилище договариваются о том, что помимо названия пакета там опаш, опаш-дивайн, гингс, соответствующий пакет будет предоставлять функциональность под названием, скажем, хттп-д, ну, типа демон хттп. И человек, который ясно осознает, мантейнер, опять-таки, что для его пакета не обязан стоять именно опаш, а нужно, чтобы был просто веб-сервер, поставит в зависимость именно слово хттп-д. Тогда при установке будет проверено, если какой-то хттп-д у вас вообще стоит, то и хорошо. Если он не стоит, начнется соревнование, какой из имеющихся пакетов в хранилище громче всех предоставляет возможность хттп-д. ну и там на этот счет нету хороших ответов, у АПТ есть очень сложный мозг, который определяет, какой из пакетов главнее, особенно если хранилищ несколько, но он не всегда это определяет как надо, то есть мозг у него явно искусственный. Вот, ну, с другой стороны, откуда мы взяться, естественно. Так вот, я сказал, что это очевидный, но не частотный вид зависимости на функциональность. Частотный вид зависимости и функциональность проявляется при использовании разделяемых библиотек. Смотрите, какая ситуация. С одной стороны, казалось бы, достаточно для того, чтобы устроить зависимости от разделяемой библиотеки воспользоваться третьим видом зависимости, зависимости на файл. Сказать, что для работы моей программы нужна библиотека лип, прошу прощения, что-нибудь попроще, нет, попроще не вспомню, лип, лип, я говорю, какой-нибудь куте коре, липзет, со, ну, возьмем с потолка цифры, 1, 0, 3. Вот это файл, он лежит там, в USR, USR, лип. зависимости подобного рода тоже существует, они называются зависимости на файл, и механизм их удовлетворения понятен, да, значит, проверить, в какому пакету принадлежит вот это, вот это, этот файл, и его-то, и, его-то и поставить. У этого рода зависимости есть один недостаток, она слишком строгая. Смотрите, вышла новая версия библиотеки Zlib, которая после сборки будет называться LibZ.1.0.4. разница стоит в том, что в ней добавили еще один метод шифрования, там, или оптимизировали, нет, не бакфикс, ну, может быть, бакфиксы, оптимизировали работу одного из методов сжатия, добавили поддержку, там, новых модных фиш процессора, новая версия. Со всей очевидностью программа, которая работает со старой, будет работать и с новой. Но, если поставить зависимости на файл, мы даже обновление не сможем провести, потому что вот эта троечка превращается в четверочку и зависимость ломается, становится неудовлетворенной. Такая зависимость слишком жесткая. Какие у нас есть варианты? Есть вариант, который я сам лично глазами видел вот с ужасом, который состоит в следующем. Давайте мы будем предоставлять помимо, значит, вот файла bla 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 libzeb.so.1.0.1.0. 0.3 и еще файл .so. Он вообще одинаковый. И поставим зависимость на него. Какая разница? Стоит библиотека libzeb.so.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0 Если мы ее и переименуем, или AppStream ее переименовывать для каких-то целей, она еще и не рабочая. Поэтому, по крайней мере, у нас в Сизифе, в нашем хранилище большом, которое называется Сизифус, принята следующая дисциплина. Вообще говоря, разработчики, они заботятся как раз о том, чтобы у разных библиотек с разным программным интерфейсом, с разным оби, были разные, так называемые, сунейм. Это как-нибудь расшифровывается? Шарит обжит нейм, так и расшифровывается. Вот. Что обычно, но не всегда, выливается в то, что вот 1, там, 0,3, 1, там, 0,4 и 2, там, 0,0. Вот это в библиотеке, условно говоря, с одним сунейм, а это с другим. Ну, то это там точка 2 будет у них, как бы, вот это будет входить. В принципе, в принципе, это тоже, возможно, там, как бы, вот так вот устроить, чтобы лежали файлы .2, вот. Но там начинается, короче, заморачиваться на файлы совершенно не обязательно, потому что можно что сделать? Можно взять и предоставить вот такую функциональность. файлы .1, такой виртуальный пакет, да? И при сборке потребуется именно функциональность, которая будет означать библиотека zlib с версией сунейм 1. Все. Вот. Какой она конкретно, там, минорной подверсии, неважно, потому что в рамках одного сунейма они все работают. Вот такого рода зависимость на функциональность очень часто в репозиториях, по крайней мере, у нас в Альте очень часто, я думаю, что у тебя они тоже. Вот. И Федори, по-моему, тоже. То есть, технологически, технологически выстраивать зависимость на то, по поводу чего разработчики предусмотрели, что она ввозит, эта зависимость, да, что там вот они должны различаться, гораздо удобнее, чем на какие-то файлы, которые, черт знает, как будут называться в конкретной системе. Как обычно ставят на libzet 1. Да, libzet 1, да, 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 там 100, конечно, не будет. Все правильно. Я просто имею в виду, что вот там libzet равняется там 1 или что-нибудь в этом духе. Совершенно справедливо. Нет, есть отдельные зависимости на версии. Да, это зависимость, а то на 100, libzet 1, да. Ну вот, значит, это уже вопрос конкретной дисциплины в разных репозиториях по-разному. Нет, есть просто и то, и то, но вот. Ну да, да, да. Неважно. В данном случае, я думаю, что человек, который увидит эти реальные зависимости, он как раз разберется, где что. Просто если там какой-то полный путь, это файловая зависимость, а если не полный, эти идиоты, которые делают броузер под названием Opera, выложили у себя на сайте пакет для Альт-Линукса. Там файловые зависимости на библиотеке. Вот на все библиотеки там файловые зависимости стройки. Я не знаю. То есть, по-моему, это просто диверсия, да. Ну, мне так кажется. Вот. Поэтому народ в сообщество берет и пересобирает эти пакеты таким образом, чтобы убрать оттуда эти идиотские зависимости. А, нет. Поскольку это уже специфика Альтовая, но она достаточно технологичная и достаточно интересная, чтобы тем из вас, кому все это неинтересно, было интересно. Да. Еще про зависимости. Есть одна специфика именно хранилища СИЗИФ, которая стоит в следующем. Утверждение первое. Очень много абстримов не заботятся о изменении санэйма. Очень много библиотек имеют санэйм ноль просто, вот они его не имеют. Точка ноль, точка ноль, точка ноль. Много. Они могут менять АБИ, даже АПИ. В общем, все могут менять, а санэйм не менять. Утверждение второе. Даже при изменении санэйма, если АБИ не менялась, библиотека будет продолжать работать. То есть, если те функции, которые есть в старой библиотеке, есть еще и в новой. Итак, если санэйм менялся, то все. Значит, апстрим предусмотрел несовместимость этих библиотек. А вот если санэйм не менялся, но абстрим такой кривой, что он там поменял какие-то внутренности, то обновление может не заработать. И обратно. Если поменялась версия санэйма никакого нет, то библиотека может продолжать работать, если по сути с ней ничего не сделали. В конце концов, поскольку у нас теперь в Сизифе есть полиси, что при помещении любого пакета на сборку не должно ухудшаться его цельность, то есть новые недовлетворенные зависимости появляться не должны. А появление каждой новой большой библиотеки, конечно же, приводит к недовлетворенным зависимостям тех пакетов, которые были собраны со старой библиотекой. Мы проделали некоторую, у нас есть такие гениальные члены нашего комьюнити, они проделали некоторую работу, связанную вот с чем. При формировании библиотеки, пакета, содержащего библиотеку, формируется такой здоровенный хэшик, который описывает, это, собственно, не хэшик, потому что он внутри, он декодируемый, это восстановимая функция, которая описывает все функции данной библиотеки, которые он предоставляет. При формировании пакета, который зависит от этой библиотеки, формируется еще один, не хэшик, а восстановимый, упакованный массив данных, который описывает все те функции, которые понадобились этому пакету из этой библиотеки. Это автоматически? Что автоматически? Это вот при прохождении сборочницы. Выглядит как что-то такое, там хэш, и дальше идет такая вот строка, или такая строка, или вот такая строка. Собирается таким планером и... Нет, это еще один вид зависимости в самом РПИ. Просто при сборке проверяется, что, что... Нет, а как это хэш строится? Как понять, как строишь? Просто список функций, просто список функций. А потом он там типа сжимается как можно сильнее, чем не будь хитрым. Да нет, а на самом деле считается хэш от имен, как я помню. Да, сначала считается хэш от имен, понятно, чтобы не надо... Вот есть имена вот такие, особенно в плюс-плюсных библиотеках, они, конечно, феерически бывают. А потом из этих хэшов имен строится таблица, она, значит, еще как-то упаковывается, чтобы поменьше было информации лишней. И получается такое большое число. Можешь как бы написать, может поменяться семантика? Ну, извините, если у вас поменялась семантика и не поменялся с унеем, то вы не просто самые себе злобные буратино, вы сами себе злобные барабасы. Вот. Ну, да. Не смогла это называется. Вот. Но, по крайней мере, это нас уменьшает количество неожиданных конфликтов, когда там взяли, например, довольно частая ситуация, удалили леготи-функции. Из библиотеки были удалены функции, которые никто давно не использует, но они там болтались, и наконец до них дошли руки, их удалили. Формально это повод для того, чтобы делать несовместимость, потому что новая библиотека предоставляет измененный интерфейс, не совпадающий со старой. Фактически все пакеты, которые этими леготи-функциями не пользовались, они будут продолжать работать даже перед пересборкой, а те, которые пользовались, ну так и очень хорошо, что будет конфликт. Не конфликт, а этот самый, удовлетворенная зависимость. То есть, пускай они пользуются новыми функциями, они пользуются леготи. Вот такие дела. Вот еще такой вопрос. Вот, если ты кричи, API-аппликейшн-программинг-интерфейс, это когда вы программируете. API-аппликейшн-байнер-интерфейс, это когда вы запускаете программу уже бинарную. Соответственно, одно в другое не входит. Понятно, что когда вы говорите об изменении семантики, то вы говорите именно об API, там написано, оно теперь работает по-другому. А API-это вот ровно на том, какие функции, с какими параметрами вызываются по чисто вот синтаксически. Вот. Ну вот. Это касаемо зависимости. То есть, вот у нас в CZIF появился новый вид зависимости, а именно на предоставляемые функции библиотекой. Для повышения его цельности. Вернее, понижения ситуации, когда тревога о понижении цельности оказалась ложной. Кроме того, у пакета, может быть, в силу того, что мы работаем с свободными программами, все их называют как хотят, и они эти программы работают так, как придумали люди, которыми мы не управляем, у пакетов могут быть конфликты. То есть, например, некоторые пакеты могут называться одинаково. Но это ладно. Монтейнеры договорятся, что пакеты назывались по-разному. Ну, например, я вот монтейнил игрушку, которая называлась Chromium. Вот называлась она Chromium лет 10. А потом, здрасте, пожалуйста, появилось приложение, которое называется Chromium, и которое вообще, говоря, существо более популярное, чем эта игрушка. Вот. Пришлось ее переименовывать. Небя не переименовали пакет Chromium. А у нас и то, и другое переименовали. У нас Chromium называется Chromium Browser, а игрушка называется Chromium BSU. Вот. Потому что у меня бага висела, переименуйте, пожалуйста, пакет. А я в это время как-то вот забил на баге немножко. А когда у меня руки дошли, я переименовал, смотрю, а Chromium тоже уже переименовали. Да. Ну вот. Это еще не страшно. Гораздо интереснее, когда программы на самом деле являются одним и тем же. Ну, например, есть программа Mail, она же MailX, которая из командной строки немножко работает с почтой. Там можно посылать почту из командной строки, там ее как-то читать, так в хардкорном стиле. Что-то там обрабатывается. У этой программы есть несколько реализаций. Есть классическая, уж не помню чья, которая под бездель лицензии распространяется. А есть гнутая, которая вот в гну написана как замена, и она там более крутая. Но совместимость у них полная. А зачем у тебя есть БСД? Что? А зачем у тебя есть БСД? Ниже лицензии, ниже лицензии, ниже лицензии. Она более полная. То есть, как правило, гнутые утилиты более крутые, чем соответствующие старинные легоси, унаследованные еще от юниксовых времен. Вот, как правило. Вот. Значит, мало того, что эти пакеты представляют похожие, они работают похожи, да? Там еще бинарники одинаково называются. Вот MailX есть и там, и там. USR, BinMailX. Понятно почему, потому что они делают одно и то же. Вот. В этом случае майнтейнеры должны договориться о так называемом конфликте. Конфликт состоит в том, что... В этом случае регистрируется факт так называемого конфликта. Он состоит в том, что один пакет не встанет, если установлен другой, и наоборот. Если предполагается, что в системе будет существовать... Напишу слово. Конфликт. Если предполагается, что в системе могут существовать оба пакета, оба, то майнтейнеры должны пойти дальше и договориться о том, что ни одна из программ на самом деле не называется MailX, из входящих ни в тот, ни в другой пакет. Ну, одна, например, называется GnumLX, а другая там LegacyMailX. Прям бинарник. USR, Bin, GnumLX. URCN, Bin, LegacyMailX. Регистрируется так называемая альтернатива. И в каждый из пакет добавляется, ну, буквально, там, одна-две строки управления интернатринативами. В результате получается такая картина. Значит, USR... USR, Bin... Ну, допустим, MailX. Является символной ссылкой в какое-то достаточно глубокое место. Как правило, там, etc, alternatives. А дальше такой файл с волшебным названием палка USR. Вот у нас так это сделано. Палка Mail. Это вот прямая палка, pipeline. Бин, вернее, Bin, MailX. Вот. Такой вот символ, который, в свою очередь, является ссылкой на уже актуальный бинарный файл. USR, Bin, ну, что там, LegacyMailX, MailX, Legacy, неважно. Точка MailX. Для того, чтобы вот эту ссылку вообще никогда не править. Понимаете, да? Нехорошо грязными ручонками лазить в USR, Bin. Нет там ничего, что требует исправления руками. Лазьте в ETC. В ETC лежат конфиг файлы. Вот такие дела. Более того, у вас могут быть специфические права, скажем, на вот этот каталог. Там, не рутовые. Завестить специальную пользу alternatives, да, который бы брал и размещал эти сим-линки. Который имеет право писать вот в этот процесс, в этот каталог. С Явой такая же ситуация? С Дебяном? Нет, с Явой. Да, с Явой такая же ситуация. У нас очень много альтернатив, на самом деле, реальной работающих. Потому что у Явы там есть OpenGDK, да, есть этот самый... Вим. ГЦЖ, это отдельно, да. С Вимом такая же ситуация, хотя у нас как раз не такая, потому что у нас довольно такой хардкорный мантейнер Вима был. Но он стал еще более хардкорный и перестал быть мантейнером по этой причине. Вот. И... Ну... Он, тем не менее, его возражения были совершенно верные, да. Вим – это единственный из VI-подобных программ, который умеет флаги сохранять при работе с файлом человеческим. Вот. Элвис не умеет. Именно флаги, да, оцерели вот всю эту мутотень. Вот. Ну вот. Ну вот в DBI, скажем, точно есть Вим, Элвис и еще чего-то. Вот. Да и куча таких программ, у которых существуют альтернативы именно на уровне тех файлов, которые они смотрят. Вот такие дела. Альтернатива. Как видите, конфликт и альтернатива – это вполне штатные ситуации. В случае прямого конфликта, как правило, как правило, это либо свойство того, что обе программы, или там N программ, которые конфликтуют по имени, просто никому не нужны. Или так, они нужны только их мантейнерам. Эти мантейнеры легко обходятся без других программ с такими же именами. Либо, что случается тоже довольно часто, это такой штатный ход мантейнеров, который дает нам как бы понять, как бы намекают нам, что этими двумя программами одновременно пользоваться не надо. Да? Конфликт в этом случае – это штатная ситуация, потому что, напоминаю, общее пространство, как бы пространство именно общее, всегда можно договориться, если мы хотим это сделать. Вот. Что касается ситуации, когда мы хотим пользоваться двумя программами по очереди, вернее, там, в зависимости от каких-то условий, то существуют альтернативы, которые управляемые. Там есть понятие тяжести, вы можете ручную перещелкивать этот движок туда и сюда, так как администратор этих альтернатив. Ну, в общем, совершать с ними какие-то действия. Осталось 10 минут на то, чтобы, собственно, рассказать про то, какие инструменты работают с пакетами. Как раз я успею, надеюсь, это сделается. Я, знаете, что не расскажу? Как устанавливать не пакеты? Видимо, это в следующий раз тогда уже. Это тоже важная часть. Так. Значит, смотрите. Программа, которая работает с отдельным пакетом, ну, скажем, с пакетом формата RPM, как у нас в Альте, называется установщик. В Альте называется RPM, между прочим. Также она называется RPM. Эта программа называется в каком-нибудь Федоре, также она называется в Сусе, также она называется в Мандриве, еще там в куче Федоро-бэзит-дистрибутивов. В Цинтосе. Установщик работает с файлами и с установленными пакетами. Да? Он умеет их устанавливать и удалять. Внутри пакета сообразно этой схеме расположена информация о зависимостях, и установщик может распознать наличие зависимости, в том числе, имея доступ ко всем установленным пакетам, наличие неудовлетворенных зависимостей. Но, работая с файлами, он не может эти зависимости сам удовлетворить. Он не знает. Он умеет брать и выполнять вот первые три действия, да? Плюс определять зависимости. Но пытаться понять, что сделать такое, чтобы эти зависимости были удовлетворены, он даже и не пытается. Он говорит, поставьте, пожалуйста, пакеты, такие-то, такие-то и сякие-то. Соответственно, работа с установщиком как таковым, вот с РПМ, например, это, конечно, ад-адский, потому что вы хотите установить пакет. Он говорит, установите еще там три библиотечки. Вы хотите установить три библиотечки? Они говорят, ставьте еще там 500 библиотек, потому что у вас КУТЭ на самом деле используется. Да, вот все. Со всеми пирогами. Вот. В общем, да. Но никто, в общем, так и не делает. РПМ это всего лишь установщик. Вот. Если вы хотите работать с, то есть хотите от вашей программы функциональности, чтобы она еще знала, откуда брать эти пакеты, то такая программа, она называется диспетчер. Диспетчер. Такая программа работает сразу с хранилищами. Хранилищами. Ща. Вот. То есть, что она должна еще уметь, вернее, не так, она совершенно не обязана уметь ставить пакеты, она может это отдать РПМ. Но что она должна уметь? Она должна уметь получать полный список пакетов в хранилищах, их версии, их зависимости друг от друга, ну, их описание. То есть, так называемые индексы. Вот это она должна уметь. На основании этих индексов она должна вычислять дерево зависимости. Если вы хотите установить один пакет, какие еще по зависимости надо ставить. Принимать решение относительно того, какие из имеющихся пакетов с одинаковыми именами в хранилищах главнее, ну, например, какие более свежие. Скачивать их, внимание, и устанавливать. Да? Ну, вернее, так, отдавать на установку. Соответственно, диспетчер работает с хранилищами. Это важная вещь. Собственно, и все, да? Помимо задач установки массовой удаления, у диспетчера появляется еще одна забавная задачка, которая называется обновление. Обновление, вообще говоря, не равно тупому удалению установки. Ну, например, что бывает с конфигурационными файлами, которые вы изменили в случае удаления пакета. Очевидно, что если вы удаляете конфигурационный файл при удалении пакета, то вы тем самым служите, такую медвежью услугу оказываете администратору. Вот он там трое суток настраивал этот опаж, вот, перехакал там все. Потом, значит, он удалил его и все файлы удалились тоже. Понятно, что в этом случае, если вы удаляете пакет, измененные конфигурационные файлы должны где-то запасаться. Ну, рпм их переименовывает там что-то типа файл .rpm old или что-то в этом духе. А вот в случае обновления ситуация другая. По-хорошему, наоборот, вы должны новые конфигурационные файлы запасать, а старые оставлять как есть, потому что предполагается, что различие между старыми и новыми невелико, а если мантейнер там сильно ответственный, он еще напишет какой-нибудь скриптец, который берет старые конфигурационные файлы и мигрирует их в новые. Кстати, в Debian, по-моему, даже в полисе такое есть, что конфигурационные файлы должны мигрировать. ДПКГ конфигурации делает, он патч вычисляет и пытается их наносить. Ну вот, да. Там еще есть нычка, которую можно дернуть для миграции конфигурационных файлов. Можно просто зареплейтить, можно смержить, можно оставить старые. Ну, неважно. Важно то, что в некоторых дистрибутивах даже поддерживается некая логика обновления старого на нового. В случае RPM-based дистрибутив все просто. Новый конфигурационный файл переименовывается в файл .rpm-save, а старый остается. RPM-new соврал. И потом уже администратор сравнивает, изменилось ли что-то принципиальное или старый конфигурационный файл гонится. С этим разделением связаны две вещи. Во-первых, почему в Альте используется вот такая странная парочка RPM плюс APT. Ну, традиционно, вернее традиционно изначально народ, который работал вот при рождении Altlinux Team, они хорошо разбирались как раз в RPM-based дистрибутивах. Вот, в первую очередь Fedora, потом, значит, работали мы над Мандрейком Russian Edition. Вот, и, но в те поры диспетчеры пакетные для RPM-ы были ужасны. Они, по-моему, и сейчас ужасны. Ну, ЮМ там, да, вот ЮМ разве что. Вот. Значит, поэтому было принято мощное решение, и мы перетащили APT из Дебиана, который вот, про него говорилось, что он может работать с любым форматом пакетов. Ну, как сказать, они просто не пробовали. Вот, когда мы попробовали, значит, кончилось тем, что это свой собственный APT, понятно, что он наследует кодовую базу старого, но, в общем, приходится самим его хакать, потому что там много всяких тонкостей, тем более RPM движется вперед, вот мы на RPM-5 никак перейти не можем по этой самой причине, что нам надо APT зверски перехакать. Ну, вот, маленькая дополнительная неприятность состоит в том, что RPM- это Red Hat Package Manager, и слово менеджер, оно, в общем, непонятно, что означает, и APT тоже называют менеджером пакетов, вот, и все начинают путаться, поэтому я предпочитаю для установщиков пользоваться термином установщика, для более высокоуровневых программ, которые, кстати, чаще всего называют менеджерами, пользоваться понятием диспетчер. Вот, соответственно, домашнее задание будет, ну, то было домашнее задание с прошлого раза, а это домашнее задание будет впрок. Вот, вопрос вот какой, смотрите, я беру и подключаю к своему, в свой диспетчер пакетов чертову прору различных хранилищ. Хранилище сообщества, хранилище такое, хранилище сякое, пятое, десятое, вот, хранилище там, которое Вася Пупкин значит, сделал для своей чудовищно, чудовищно важной программы, про которую он там через неделю забыл и больше ничего с этим хранилищем не делал. Вопрос следующий, в чем опасность перечислить проблемы, возникающие при использовании, так скажем, безответственных хранилищ, да, как это по-русски, не по-русски, а по-другому сформулировать, не просто нескольких, несинхронизованных, безответственных, тех, разработка в которых там остановилась, проблемы при использовании нескольких, потому что если двух хранилищ есть один и тот же пакет, но в общем... Нет, там проблем обычно нет, проблемы реальные возникают, если одно из этих хранилищ плохое, если Вася Пупкин забросил его в позапрошлом году, или не забросил, но там продолжает считать, что Дебен Сарш это самый крутой бестерегутив в мире, понимаете? В этом проблемы будут. при использовании и напишу так. Нет, не так. Ну, вроде того, да. Я хочу описать их свойства вот этой вот самой безответственности. Просто рассинхронизованно, потому что на самом деле есть там разъект. Хорошо, хорошо, рассинхронизованных хранилищ. хранилищ. Значит... Секирити берется из Дебена. Да, 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 да. Секирити берется из Дебена, а этот самый... из зеркала. Да, с Бубунтой. Вот. Значит, почему я эту задачу, еще помимо того, что это интересный вопрос на понимание, почему я эту задачу вставлю? Смотрите, есть такие люди, которые знают, что такое Убунта, но плохо себе представляют, что такое Линукс. Вот. Такие люди есть. Марк добился своего. И у них главный вопрос. Я там вот пытаюсь обновить свою Убунту, вот, а она не обновляется и говорит мне, что хранилище. Я говорю, какие хранилища? Да он говорит, да я уж не помню, ну хранилище. Проблема в том, что в Убунте подключение расфиксированного хранилища это один клик. Один. Вот ты заходишь на сайт Васи Пупкина, там написано, нажми на вот эту кнопку и ты получишь, тебе будет хорошо на эту ссылку. Ты нажимаешь, он тебе говорит, все, подключили хранилище. Вот. Ну а потом начинаются вот те самые проблемы, которые я хочу услышать по результатам домашнего задания. По-моему, мы уже две минуты как выжали время. Спасибо. В следующий раз тогда у нас хвостик про установку хрен знает какого, ППУ. Ну и пойдем дальше. Спасибо. 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 .